Здравствуйте! В эфире «Наши новости». В студии для вас работает Денис Семененко. Смотрите в материалах наших корреспондентов. В Севастополь вернулась державная заступница России. В воскресенье в Горде Героя тысячи горожан встречали один из списков утерянной Казанской иконы Божьей Матери. Это наша жизнь. Мы верующие люди, православные. А такая икона Богородица, вот эта Казанская, это одна из любимейших икон. Есть шанс из Симферополя в Москву спецбортом в столицу России доставили тяжело больных крымских детей. Дети были осмотрены ведущими специалистами страны. Было принято решение о необходимости проведения высокотехнологической медицинской помощи. В Крым вернулся севастопольский список Казанской иконы Божьей Матери 1855 года. В 19 веке она защищала армию, оборонявшую Севастополь в ходе Крымской войны. Советское время было утрачено. Шесть лет назад при поддержке фонда Андрея Первозванного она оказалась в Москве в собрании русских икон. В этом году его руководители приняли историческое решение. В Севастополе икону встречала съемочная группа ИТВ. Колонна движется по направлению к Свято-Владимирскому кафедральному собору Херсонеса. Именно туда на длительное хранение передается икона. Она возвращается к своим истокам, к тем местам, где она должна была исторически находиться весь период своего назначения и служения. Но, к сожалению, так получилось, что какой-то отрезок времени она привела в других местах. Мне кажется, что сегодняшнее событие, оно очень хорошо вписывается в канву той деятельности, которая сегодня ведется в нашем государстве. Деятельности, направленной на восстановление, ощущение собственной идентичности, восстановление этой идентичности. Это деятельность, которая возглавлена президентом нашей страны. Севастопольский образ – один из точных списков подлинной казанской иконы Божьей Матери. Ее почитают как державную заступницу России. В 1855 году шедевр иконописи лично осветил первый иерарх русской православной церкви, митрополит Московский Филарет. Такая икона Богородицы, вот эта казанская, это одна из любимейших икон. Хотя мы все иконы любим, конечно, все, а эта икона для нас особенно драгоценна. Икона Богородицы защищала Крым и будет защищать Крым до последнего. Возвращение иконы как бы то символично в том плане, что икона Казанской Божьей Матери будет всегда хранить наш город. После молебна священнослужители и верующие отправились совершать крестный ход от Владимирского кафедрального собора до Графской пристани. Шествие посвятили русской армии, которая в годы гражданской войны в России была вынуждена покинуть родные земли. У Черного моря по убиенным прошла панихида. Представители священства, первые лица республики пустили венок по воде. Искусственные цветы и панихида никак не изменят историю, но могут повлиять на ход ее развития сегодня. Царицу Небесную будем молить, чтобы она никогда не оставляла нас. Чтобы молить Царицу Небесную, чтобы она ту боль, которая творится в Украине, своей рукой развела. Крымчане надеются, что икона защитит не только Крым, но и Украину, остановив там братоубийственную войну. Татьяна Хынкота, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ, Севастополь. Троих крымских детей с тяжелыми заболеваниями будут лечить в Москве. Пациентов в возрасте 11 месяцев, 10 и 15 лет в срочном порядке транспортировали в ведущее медицинское учреждение российской столицы. Самолет МЧС России, перевозивший детей, оборудован специальными медицинскими модулями, позволяющими во время полета оказывать всю необходимую медицинскую помощь и контролировать состояние больных. Пациентов сопровождают медики отряда Центроспас и бригада Всероссийского центра медицины катастрофы защиты. У всех троих пациентов тяжелая патология почек. Проводился комплексное лечение в клиниках Симферополя. Дети были осмотрены ведущими специалистами страны. Было принято решение о необходимости проведения высокотехнологической медицинской помощи. Для чего пациенты будут доставлены в бортом МЧС России в клинике города Москвы. Дети были успешно доставлены в Москву. Самую маленькую пациентку направили в детскую городскую клиническую больницу Святого Владимира, 10-летнего мальчика, в научно-исследовательский институт урологии, а 15-летнюю девочку в российскую детскую клиническую больницу Москвы. Симферопольские медицинские учреждения переходят под крыло Министерства здравоохранения. Вот вопрос, в каком состоянии. За время существования в украинских реалиях у поликлиник и больниц отрос целый хвост проблем. Руководители учреждений сегодня докладывали об этом в администрации Симферополя о вустной форме, а до среды должны подать бумаги с перечнем первоочередных проблем. Медики начали с хороших новостей. Жизнь по-российски успели почувствовать все, и врачи, и пациенты. Лекарств до конца года хватает на 100%. Те, кто лежит в стационаре, недостатков питания не чувствуют. Кормят хорошо на 80 рублей в день. А вот и общие проблемные моменты. Медикаментов хватит лишь до конца года. В больницах не хватает складов для хранения медикаментов. Сейфов для хранения наркотических препаратов. Не говоря уже о спецпомещениях с бронированными окнами и дверями. Не продуман механизм со списыванием отработанной аппаратуры. В больницах до сих пор умудряются использовать технику 70-х годов прошлого века. Большое количество аппаратуры содержит в себе ценные металлы. Механизмы на данный момент по списанию аппаратуры с ценными металлами не отработаны. На данный момент у нас в Крыму. Следующее. По ремонту. Катастрофили 50 лет больницы. Вы в курсе. Будет буквально в пятницу отмечаться. 50 лет больницы никогда не делался капитальный ремонт. Все, что поддерживалось, поддерживалось своими собственными силами. В 6-й городской больнице никак не доделают ремонт в отделении гнойной хирургии. А в 7-й больнице в инфекционке, на пищеблоке и в отделении функциональной диагностики. Со слов производителя строительных работ патриотной организации, из-за недостатка финансовых средств по причине изменения стоимости материала в сторону увеличения для выполнения работ по капитальному ремонту, патриотная организация не может выполнить работы согласно сметы. То есть смета была по украинским еще ценно. Сейчас это увеличение. И у нас остановились работы. То есть не закуплены двери, не произведена их замена, не произведена очистка стен, шпаклевка, покраска, не закуплен линолеум, не положен. И так далее. Всем главам медучреждений дано поручение систематизировать первоочередные проблемы до этой среды и подать на стол исполняющему обязанности главы Симферопольской администрации. Все вопросы упираются в финансирование. Будет сформулировано обращение в госсовет и совет министров. Помощь, скорее всего, придет из федерального бюджета. Из того, конечно, что мы сейчас подадим, я не гарантирую, что может быть все включится в следующий год. Но будет хотя бы разбивка. Следующий год, значит, 2016-2017. Но мы будем видеть, первое, ближнесрочную перспективу, второе, среднесрочную. Ну и, возможно, по строительству, которое планируется вообще в Крыму, в части центров, медицинских, больниц. Это уже долгосрочное, это новое строительство. А то, что связано с капитальным ремонтом, прошу, обращаюсь ко всем. Срочно подготовьте информацию на меня лично. Люди жалуются, но вы понимаете на что? Не только на отсутствие питания, медикаментов или чего. Они жалуются, прежде всего, на хамство. Они жалуются на то, что кушают в то время, когда нужно принимать больных. Организуйте процесс, чтобы люди и кушали, но больные не стояли под дверью. Это же в ваших силах. Организуйте работу так, чтобы были нормальные у всех заработные платы. Это все вы умеете и знаете лучше, чем мы здесь. Как это организовать? Методы работы главы республики оказались эффективными. Геннадий Бахарев пообещал всем присутствующим руководителям нагрянуть с проверкой в самый неожиданный момент. Скрывать ничего не намерен, а потому обязательно возьмет с собой журналистов. Марина Павлова, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. Прокуратура Крыма тоже идет в больницы, чтобы там проводить прием граждан. Это распоряжение руководителя надзорного ведомства Натальи Поклонской. Органы прокуратуры выявили 823 нарушения в сфере здравоохранения. По результатам работы к дисциплинарной ответственности привлечено 170 лиц. По фактам нарушения возбуждено 4 уголовных дела, 2 из которых направлены в суд. В частности, утверждено обвинительное заключение в отношении исполняющей обязанности заведующего наркологического отделения одного из учреждений здравоохранения. Ему инкриминируется присвоение денег пациентов, в которых убеждали, что услуги диспансера платные. Каждую среду сотрудниками прокуратуры будут осуществлены выезды на территории больниц в городе Симферополь для того, чтобы пациенты и жители, граждане, которые приходят в больницу, могли все свои жалобы высказывать сотрудникам прокуратуры, рассказывать, как к ним относятся врачи, медсестры, медперсонал, как бесплатно осуществляется медицинская помощь, то, к чему мы должны прийти. Вы смотрите наши новости далее в выпуске. По всем правилам в Совете Министров вручили первую лицензию на право торговли алкогольной продукцией. Кто умнее, спортивнее, общественно активнее, в Симферополе вузы выбирали своего лучшего студента. Победители у нас получат грамоты, Министерство образования и науки молодежи Республики Крым, конкурсанты получат дипломы, но, конечно же, ценные брезы. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве сегодня подписал глава Совета Министров, председатель Федерации профсоюзов и Республиканской организации работодателей Республики Крым. Действовать оно будет до конца 2017 года. Цель соглашения – повысить качество и уровень жизни населения, улучшить демографическую ситуацию, рост оплаты труда, производительности. Крымскому правительству за 8 месяцев удалось сократить задолженность по зарплате на предприятиях с 400 миллионов до 200. Уровень безработицы на 0,4%. Есть и определенные постулаты, такие, которые определяют среднюю заработную плату по региону, которые определяют минимальный размер оплаты труда, которые привязываются к тарифной ставке рабочего первого разряда и закладываются определенные коэффициенты. Есть вопросы, касающиеся оздоровления, социальной защиты трудящихся. Это все то, что мы намерены выполнить. Глава республики напомнил, что в первую очередь на полуострое поддерживается крымский товаропроизводитель, представители малого и среднего бизнеса. Им отдаются приоритеты в выделении земли и банковских кредитов. Мы сегодня с рядом банков провели общение с тем, чтобы дать возможность крымчанам именно в части потребительского кредитования и предоставления денег на начало бизнеса на определенные суммы до миллиона рублей, давать полностью по упрощенной процедуре без того, что было необходимо делать взнос, допустим, первый самостоятельно. Стартапы должны получить поддержку, особенно те, которые, мы видим, могут действительно реализоваться. Будет комиссия в этой части создана, правительство с представителями банков. Будем реализовывать такой проект. Первую российскую лицензию на право розничной торговли алкогольной продукции выдали сегодня в Совете министров Крыма. Долгожданный документ правообладателю вручил министр экономического развития Николай Коряшкин. Старт по выдаче лицензии на реализацию алкогольных товаров был дан 22 октября. Среди желающих полторы тысячи предпринимателей. Министр не скрывает, трудности в переходный период в этом процессе есть, но выразил уверенность, что такую лицензию получат все, кто готов работать по законам Российской Федерации. Никак не повлияет это получение российской лицензии на наше качество работы и качество готовой продукции, потому что компания работает на рынке очень давно и одним из самых главных принципов нашей работы является качество продукции, а не стремление к самым высоким ценам или к каким-либо другим преференциям. Думаем, что наше население, наши потребители, они не пострадают. Мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы при всех сложностях эту процедуру заглядать, но мы с нашими юридическими лицами пройдем. Сегодня учащиеся в высших учебных и средних профессиональных заведениях всего мира отмечают свой праздник – День студентам. Тот случай, когда можно отдохнуть от лекций и забыть о приближающихся зачетах и экзаменах. Кто умнее, спортивнее и активнее, узнавала Татьяна Хэнкода. Республиканский конкурс проходит уже в третий раз, осуществляется в рамках программы «Молодежь Крыма». В нем три номинации – спорт, творчество и общественная деятельность. Министерство образования и науки молодежи Республики Крым включило в программу этот конкурс для того, чтобы выявить и показать креативную молодежь, которая существует в наших высших учебных заведениях, поддержать их, позволить проявить все свои замечательные качества и, собственно говоря, защитить честь вузов, в которых они учатся. В жюри представители Министерства образования, члены общественных организаций, преподаватели. По секрету уже вам скажу, что глава нашей республики предложил студентам 4-5 курса, которые победят в конкурсе, без конкурса попасть на стажировку в органы исполнительной власти. Остальные участники получат грамоты, дипломы и памятные призы. Надеется на победу Елизавета Лучатина. Учится на магистратуре в Напоксе. По специальности менеджмент гостиничного, ресторанного и курортного бизнеса танцует с пяти лет. В основном эстрадные направления. Сегодня показала баль на спортивный номер. Очень мало готовились к нам. Пару дней буквально. Ну, есть, конечно, маленькие недочеты. Надеюсь, никто их никто не увидел. Надеюсь, всем понравилось. А эта конкурсантка учится в Кипу на специальности дирижерское искусство. В номере показывает другие навыки. Свободное от учебы время выступает в ансамбле, является лауреатом международных конкурсов и фестивалей. У нас была театральная постановка. И сложность в том, что нужно было именно прожить, прочувствовать и быть в образе до конца. Я очень рада, что моя группа поддержки с этим справилась. Я безумная им благодарна. Максим Шереметьев участвует в номинации «Общественная деятельность молодежной политикой». Занимается уже более пяти лет. Творческий номер у меня сегодня будет посвящен Крыму и его становлению во время Крымской весны. То есть в недавнее время, в недавних событиях. Это будет такой немножечко тяжелый, такой сложный номер. Но я надеюсь, что зрителям и журен понравится. А это железнодорожный техникум Симперополя. Выступают студенты более 15 средних профессиональных заведений Крыма. Заявки на участие подали 36 человек. У нас сформировано очень компетентное, строгое жюри. Им выданы критерии оценки, по которым по пятибалльной системе они и определяют победителя. Положение по студенту года было единым и для средних, и для высших учебных заведений. И в принципе критерии оценивают не одинаковые. Просто сами конкурсанты из разных учебных заведений. В средних, профессиональных и высших учебных заведениях уже определены победители. В номинации «Общественная деятельность» победили Национальная академия природоохранного курортного строительства и Евпаторийский филиал медицинского колледжа «Монада». В номинации «Спорт» снова одержал победу «Напекс». Помимо него Крымский агропромышленный колледж. Лучшими в номинации «Творчество» стали Крымский государственный медицинский университет имени Георгиевского и Феодосийский политехнический техникум. С прессой встретились руководители и спортсмены Крымской Федерации кикбоксинга. Повод самый приятный. В октябре два спортсмена из Симферополя сумели завоевать награды чемпионата Европы в испанском Бильбао. Владимир Олейник и Любовь Белякова застолбили за собой первые номера в сборной благодаря успешному прохождению тренировочного сбора в Алуште. Именно на этих занятиях к континентальному турниру и готовилась сборная России. А уже заверит тренерский штаб. В своей высокой квалификации крымчане отправились в Бильбао, откуда Олейник привез золото, а Белякова – бронзу. В новой команде кикбоксеров, которые были на хорошем счету в Украине, приняли как своих. Я почувствовал на себе особое отношение россиян к нам, крымчанам. Они нас приняли, они уже считают, что мы с ними. И это придало каких-то сил на соревнованиях, их поддержка. Действительно, очень дружная, единая команда, многонациональная. Рождаются все одаренные дети, но когда он становится настоящим мастером, вот эту разницу он сам внутри чувствует. Я думаю, что Володя и Люба, которые попали на чемпионаты группы, это почувствовали не только на словах, но и на деле. И вот эти сборы помогли им полностью психологически подойти к этому барьеру. Каждое спортивное соревнование, такое международное уровень, это определенный барьер. Барьер, прежде всего, психологический. Им легко побороть этот психологический стресс и подготовиться к этим мероприятиям. Поэтому равных им действительно на сегодняшний день. Но, дай бог, нет. Я уверен, что даже в мире. Останавливаться на достигнутом крымчане не собираются. В республике со временем может появиться дворец единоборств. А команды других регионов России заявляют о желании проходить подготовительные сборы на полуострове. В 2015 году именно Симферополь примет ряд престижных международных соревнований, самое главное из которых – турнир большой восьмерки. Со всего мира пригласят 8 лучших команд. То есть это и Шенгенская зона, и, я думаю, с Америки пригласят в Крым на эту восьмерку. То есть 8 лучших команд в 7 весовых категориях приедут в Крым. И мы определим лучшую команду мира. Не получится отдохнуть до конца года и у спортсменов. Так, у Владимира Олейника сезон продолжится в канун новогодних праздников. Симферопольский кикбоксер проведет чемпионский поединок в столице Чеченской Республики – Грозном. Крымский спортсмен Богдан Булах завоевал награду на чемпионате по смешанным единоборствам в Грозном. В столице Чеченской Республики боец выступил в весовой категории до 93 килограммов. Наряду с Керченцем в ринг вышли лучшие спортсмены из России, СНГ и Европы. Всего на чемпионате мирового уровня прошло более 20 поединков экстра-класса. А главным боем вечера стало противостояние Али Багова из Нальчика и болгарина Георгия Стоянова в весовой категории до 70,5 килограммов. Булах начал свое выступление в предварительном поединке, в котором он встретился с Исой Умаровым. Пройдя этого оппонента, Богдан сумел добраться до полуфинала, в котором проиграл, но все же завоевал бронзу. Один бой выиграл нокаутом, два боя болевыми, остальные бои выиграл абсолютным решением судей. В целом поездка удалось хорошее, главное нет травм. Сейчас приступаю к тренировочному процессу. Плотный очень график соревнований. Сейчас 22 ноября я лечу в Тамбов на бой. 5 декабря у меня бой в Симферополе, 13 декабря в Пензе у меня будет защита чемпионского пояса. Сугрозно получил красивую медаль 75 грамм серебра. В Крыму появилась еще одна спортивная организация – Федерация конного спорта. События отметили профессионально. В селе Фурмановка под Бахчисараем прошли соревнования по конкуру, самому сложному и в то же время самому зрелищному виду конных дисциплин. Его суть – преодоление лошади, управляемой всадником полосы препятствий, различные сложности. Причем задача наездника – сделать это не только чисто, без брака, но и как можно быстрее. На базе «Спартак» собрались 30 любителей конного спорта, причем не только аматоры, но и профессионалы верховой езды. Крыму уже есть чем гордиться. Спортсмены из республики успели завоевать награды на всероссийских турнирах. Так Мария Мхаваджа из Бахчисарая и Марина Алифир из Севастополя представили Крым в Сочи. Первая спортсменка выиграла золото, а ее более юная коллега стала пятой, что позволило выполнить второй разряд. Уже сейчас Крымская Федерация конного спорта насчитывает более 100 наездников, и это не предел. Далеко не все вошли в нашу федерацию, я думаю, что она будет расти, расширяться с точки зрения участников федерации. Поэтому уровень достаточно высокий, но он еще недостаточный для того, чтобы выходить на международную арену. А так, как бы мы уже участвовали и в соревнованиях в Краснодарском крае, то есть мы потихоньку уже выходим за пределы Крыма. Взрослые наездники вместе со своими питомцами преодолевают барьеры высотой 105 и 115 сантиметров. Для детей планку опускают до 80 и 90. В категории «Дети» победу на маршруте 90 сантиметров одержала 11-летняя Татьяна Коновалова из Бахчисарая на лошади Лаки. Она же стала второй на другой полосе. Коновалова – одна из самых перспективных маленьких конкуристок в республике. «Мне очень нравится заниматься конкуром. Это очень увлекательный вид спорта. Я люблю свою лошадь. Она мне приносит много побед. Я люблю прыгать на лошади. Это драйв такой». Среди детей в категории «Аматоры» выступила Виктория Ларина из Бахчисарая. Спортсменка показала второй результат на маршруте с барьерами 90 сантиметров. В этом же виде программы лучшей оказалась Виктория Козырева. «Это, конечно, моя конюша. Я здесь тренируюсь. Здесь мне очень нравится поле. Здесь очень удобно. Огромное поле. Много участников. Это очень хорошо, что все люди из Крыма, даже некоторые из России приехали сюда, чтобы поддержать нас, посмотреть и, естественно, принять участие в этом соревновании». Спортивный сезон для конкуристов республики официально закрыт. Продолжат выступление наездники уже весной. В Крыму планируют провести большой турнир, посвященный годовщине присоединения полуострова к Российской Федерации.